я хочу сейчас друзья вместе с вами благословить хотели пригласить на сцену 30 лет назад родилась у меня у нас первая дочь и буквально вот завтра и день рождения родилась в ночь с 24 на 25 мы хотели сегодня здесь поздравить благословить но не заболели дети она сейчас осталось дома но так как она смотрит и так как мы можем отсюда послать исцеляющую силу и туда то мы сейчас это сделаем и я попрошу сейчас анюту выйти сюда из картины и с букетом и мы сейчас сделаем то что мы можем сделать друзья потому что господь как-то на этой не на этой неделе чуть раньше дал мне одно слово по поводу того что простирайся за голосом, иди туда, куда пошел голос, потому что когда мы в молитве, когда мы в духе молимся, то мы не можем до конца осознавать, что произносит наши слова. Скорее наоборот, мы постфактумом осознаем, что сказали. Я не знаю, как у вас, у меня это обычно бывает так, потому что обдумывать все то, что Бог делает, это, знаете, не хватит логики, не хватит смысла, не хватит той коробочки, которая есть в нашей голове. Но тогда, когда дух это делает, то здесь только успеваешь догонять и понимаешь, Господь, ты никогда не опоздаешь, ты скажешь то, что нужно сказать. Поэтому я хочу, чтобы мы научились простираться за голосом. У нас сегодня псалом на эту неделю – глаз Господа. И поэтому будем отдавать свой голос, когда будем произносить этот псалом, и говорить, Господь, мой голос простирается туда, куда идет твой голос. И поэтому сейчас Господь всегда хотел идти туда, где есть нужда, туда, где есть запрос. И потому вы знаете, что ей скоро предстоит рожать уже четвертого ребенка и родиться девочка. И мы сейчас благословим, простирая голос уже вперед, потому что Бог от бремени и лани освобождает. Он производит и дает силу рождать. И поэтому сейчас скажет Анюта что-то, скажет, может, Сергей что-то, если захочет, в адрес Анюты. А мы помолимся. Добрый день, дорогая церковь. Анечки нет, но я верю, что она увидит и примет. И вы знаете, я думаю, что это послание, которое я буду говорить, оно для каждого из вас, потому что Анина сердце мы уже многие знаем, и ее сердце, чтобы каждый мог перенять то, что Бог дает, и ей, и каждому из нас. И вот эту картину я нарисовала на ночной молитве. И так интересно, что это рука Божья, которая касается сердец, которая касается сердца, и производит свои операции. И я верю, что в Аниной жизни это было и у самой лично, и я верю, что она прикасается к сердцам людей через послание, через улыбку, через объятие. Я думаю, что многие могли это переживать уже сами. И я хочу, Анечка, тебя поздравить и благословить тебя тем, чтобы ты, когда касаешься сердец людей, всегда знала, что Бог оставляет свой след сам. Он оставляет и производит ту операцию, которая необходима, чтобы ты всегда помнила, что Он дал тебе это чувство, это желание проникать в самую суть. Потому что ты хочешь, чтобы люди, они менялись, чтобы люди становились сами собой, чтобы они становились настоящими, как их сотворил Господь. И слово, которое я получила, оно уже сегодня звучало. «Ибо я и залью воды на жаждущее, и потоки на иссохшее, и залью дух мой на племя твое, и благословение мое на потомках твоих, и будут расти между травою, как ивы при потоках вод. Один скажет, я Господен, другой назовется именем Иакова, а иной напишет рукою свою, я Господен, и прозовется именем Израиля». Я желаю, чтобы все то, что есть в тебе вложено, по поколениям, от твоих родителей, от тех, кто был до, чтобы это могло все передаться дальше, чтобы могло умножиться и передаться. Мы тебя очень любим, ценим за твою верность, за твое желание, за твою ревность, по, на самом деле, настоящему, по тому, чтобы идти дальше и новое приносить не только в церковь, но и за ее пределы. Есть такая работа благословенная – быть мамой. Аня, я благословляю тебя, потому что быть мамой тяжело, потому что надо являть любовь все 24 часа в сутки. А когда у тебя этого нет внутри, ты не можешь это явить. Так вот, у тебя это есть с избытком. Я благословляю тебя. И твоя семья для меня является интересным такой картиной. Вы чудесные божьи служители. Под словом «вы» я имею в виду тебя, детей и твоего чудесного мужа Сашу. Потому что ваша семья действительно великая семья служителей. Ты служишь духовно, твой муж служит и духовно, и материально. И вот эта полнота, пускай в вашей семье, дальше процветает и будет в ваших детях изливаться на нашу церковь. Спасибо вам большое, дорогие. Давайте мы поднимемся. Анюта, я хочу сказать, что мы очень с папой тебя любим, ценим. Благодарим Бога за то, что ты не боишься быть настоящей. И опять же, в любое время и при любых обстоятельствах. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы сейчас простираем свои сердца, мы простираем свои руки, мы простираем свои души, чтобы благословить жизнь Ани. Благословить ее не просто на плодовитость, а подобно той Анне, которая могла родить Самуила. Ты дал ей Самуила, но пусть он будет твоим пророком. Пусть Господь помазание пророческое на нем почиет, но я молюсь за остальных детей. Я благословляю ее радостью в детях, чтобы она никогда не горевала, глядя на своих детей, чтобы она никогда не тосковала, Господь, о том, что дети причиняют ей боль. Поэтому я благословляю ее радостью от каждого дня, от каждого соприкосновения с собственными детьми. Пусть, Господь, эта радость будет совершенной, потому что нет больше радости, как видеть и слышать, что дети ходят в истине. Я благословляю ее этой радостью, потому что ты дал ей уже это наследство матери. А теперь дай ей и радость в этом деле. Благослови ее таким благословением, которое только тобой дается, которое обогащает и печали не приносит. И сейчас дети, которые нуждаются в силе здравия, мы посылаем туда эту силу слова, мы посылаем туда силу жизни, мы посылаем туда силу света, мы посылаем туда силу здравия и говорим здравия каждому ребенку, здравия системам органов, здравия, потому что мы так же простираем голос сейчас через эти расстояния. Я благодарю Тебя, что у церкви есть такое право зайти на территорию каждого дома, где в Тебе нуждаются, и сказать мир вам, целостность вам, шалом вам, а в шаломе уже есть полнота здравия. Я благодарю Тебя, Господь, что мы как церковь Бога живого имеем это право благословлять. И мы делаем это. Мы делаем это по богатству Твоей любви и славы, передавая Тебе сейчас этот сосуд чести. Заполняй, чтобы ей всегда было чем делиться. Заполняй, чтобы она всегда была проточной водой, чтобы она всегда была источником, который не иссякает, потому что связана с Тобой. Благодарю Тебя, Господь, что Ты выведешь ее на большие просторы. Ты дашь ей большие территории. Ты дашь ей влияние больше, чем есть сегодня, потому что она ищет Тебя, потому что она хочет Тебя, потому что она с Тобой хочет быть одно. И я благодарна Тебе за это желание, потому что оно не от нее, а от Тебя, и зашло в ее сердце. Слава Тебе за это, Господи. И пусть она так же, как сваркой, сшивает души там, где они были порваны, соединяет сердца там, где они были разорены. Господь, я благословляю, чтобы прикосновение ее уст, прикосновение молитвы, прикосновение пророческого слова, прикосновение рук приносило этот разряд неба, который делает шов, но который шов ювелирный, потому что Ты за этим стоишь. Слава Тебе за это, Господь. Я благодарю Тебя за то, что Ты сделаешь больше, чем Тебя просим. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Воздайте славу Богу, друзья. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»